В эфире Рыбака Уфа. Мы вещаем от отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости к этому часу. Борьба с барами. Эксперты прогнозируют обратный эффект от ликвидации точек продажи алкоголя, расположенных в многоквартирных домах. Нет фальсификату. Две компании из Башкортостана попали в реестр так называемых честных компаний. Из строительства восточного выезда Госкомтранс объявил о поиске консессионера по строительству новой автодороги. Минэкономразвития Республики ратуют за запрет продажи алкоголя в предприятиях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, а также в пристроенных к ним и встроенных помещениях, за исключением кафе и ресторанов. Речь идет преимущественно о барах. Соответствующие поправки в закон о регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Башкортостане уже подготовлены. Предполагается, что нововведение начнет работать с начала следующего года. Авторы закона проекта объясняют необходимость таких запретов тем, что количество нарушений общественного порядка, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, постоянно растет. По мнению экспертов, данная инициатива не только нарушит интересы предпринимателей, но и даст обратный эффект. На Западе культивируется барная структура потребления, барно-домашняя культура потребления. В России уличная культура потребления. В силу того, что заведений подобных очень мало, алкоголь относительно уровня доходов в России примерно в 10 раз дороже, чем в Башкирии, для жителей республики относительно их уровня жизни населения. Вот это создает ту негативную обстановку, которая и приводит к искаженному пониманию властями, чиновниками, депутатами всей ситуации. Росреестр массово приостанавливает сделки, которые подлежат натуральному удостоверению по вине заявителей. Как сообщили телеканалы РБК «Алфа» в управлении, это связано с нарушениями подачи пакета документов. Дело в том, что со 2 июня ужесточен контроль за всеми сделками с недвижимостью и земельными участками по отчуждению доли в праве общей долевой собственности. Теперь они подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Вместе с тем, это нововведение повысило тарифы для большинства покупателей. Нотариусу нужно заплатить полпроцента от кадастровой стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Ранее действовала регрессивная шкала, то есть ставка составляла от 1 до 4 десятых процента в зависимости от суммы. Верхний лимит фиксировался на уровне в 100 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что новый тариф будет выгодным только когда стоимость продаваемой недвижимости превышает 7,5 миллионов рублей. Также в настоящее время обсуждается вопрос о предоставлении льгот на обязательное оформление для нескольких категорий граждан. Здесь главной целью является защита интересов третьих лиц. То есть если говорить об отчуждении долей в праве общедалевой собственности, то это соблюдение преимущественного права покупки со собственников. Конкурс на заключение концессионного соглашения по проекту восточного выезда из Уфы объявил Госкомитет Башкортостана по транспорту и дорожному хозяйству. Срок окончания приема заявок до 2 августа. Предметом соглашения станет автодорога регионального значения с выездом на федеральную трассу М5 со сроком действия 25 лет. Стоимость строительства и эксплуатации 14-километрового восточного выезда оценена в 32 миллиарда 700 миллионов рублей. При этом республика готова профинансировать значительную часть 24,5 миллиарда. Ранее Госкомитет по транспорту заявлял о намерениях подписать концессионное соглашение с победителем конкурса в первом квартале 2017 года. Сейчас переходим к информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар незначительно дорожает на 2 копейки. Курс 64,17. Европейская валюта по отношению к российской не показала никакой динамики и оценивается в 72 рубля 78 копеек. Лучшие обмены и курсы на данный момент покупка доллара в Башкомснабанке за 63,70, продажа в Уралкапиталбанке за 64 рубля 29 копеек. Наиболее выгодные предложения по покупке евро также в Башкомснабанке за 71 рубль 90 копеек по продаже в банке Уралсиб за 72 рубля 51 копейку. Отмечу, что кредитная организация взимает комиссию в 30 рублей за обменную операцию. Два производителя молочной продукции Башкортостана попали в перечень так называемых честных компаний, которые не фальсифицируют свой товар. Это Стеритамакский Аллат и Миякинский Молзавод. Их производство не раз подвергалось проверкам Россельхознадзора, нарушений не выявлено. Всего в перечне, опубликованном на сайте ведомства, на сегодняшний день значатся 38 компаний-производителей молочной продукции из разных регионов страны. Всем им присвоен определенный цвет. Зеленый означает, что продукция была исследована многократно и фальсификата не выявлена. Синий говорит о том, что исследования проводились один-два раза, желтый – продукция была исследована, фальсификата не обнаружена, однако имелись безобидные нарушения требований по безопасности. Цвет производителей в таблице может меняться в зависимости от дальнейших проверок. В перечень может попасть любой производитель качественных продуктов питания. Компании, присутствующие в таблице, могут вылететь из нее, если при дальнейших проверках в их продукции обнаружится фальсификат. О новостях пока все. Оставайтесь с РБК.